Добрый день дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа Якутск Сегодня. В студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Мария Новгородова и Михаил Эверстов. На календаре 11 ноября четверг. Сегодня на фоне эпидемии коронавирусной инфекции о привычном ОРВИ уже не думают. Но другие респираторные вирусы по-прежнему продолжают атаковать людей и от них тоже нужно защищаться. Следует помнить, что болезнь легче предотвратить, чем лечить последствия. Я рада представить вам врача-педиатра детской инфекционной клинической больницы Эльвиру Павлову и врача-толаринколога этой же больницы Матрёну Амосову. Они сегодня ответят на все наши волнующие вопросы по поводу профилактики ОРВИ гриппа, а также мы поговорим о ковиде у детей. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 320066-321166. И также, конечно, вы можете задавать свои вопросы по нашему WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Доброе утро, Эльвира Ивановна. Добрый день, Эльвира Ивановна. Добрый день, Матрёна Николаевна. Добрый день. Всем известно, что ни один ребёнок не застрахован от ОРВИ. Какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить развития болезни у ребёнка? Ну, ОРВИ, да, это как бы острые респираторные вирусные инфекции, да, и могут болеть абсолютно все. И чтобы дети не болели, надо избегать контакта с больным человеком, да, в первую очередь. И, ну, соблюдать личную гигиену, там, мыть руки, грязными руками не трогать лицо, рот, губы, да. Ну, вот такие. А вообще, откуда берётся ОРВИ? Почему их так много и почему они такие разные? И, соответственно, течение этой болезни тоже разное. Вот вообще и в норме, как часто в год ребёнок может, ну, или должен болеть ОРВИ? Так, острые респираторные вирусные инфекции сами по себе говорят, что они респираторные, потому что они поражают дыхательные пучи. Так, дети часто болеют, ну, в основном по сравнению со взрослыми. Так, могут быть причинами вызвать, там, вызвать вирусы, бактерии более 300 видов, но более самые распространённые это грипп, парагрипп, аденовирус, риновирус и респираторно-сенситиальные инфекции, адовирусы. Они различаются между собой, потому что так же, как они и сами разные, они сами, да, они штаммы разные, поэтому у них клиника тоже разная. Например, при гриппе можем наблюдать острое начало, это соблюдается, ну, это наблюдается, когда у ребёнка после заражения сразу мы наблюдаем повышение температуры, ребёнок сразу ослабевает, так, утомляемость, сонливость, даже ломота в мышцах и суставах может быть. А при парагриппе он как не грипп, но он как бы переносится чуть-чуть легче, но всё равно при этом поражается всё равно на дыхательные пучи, но он у маленьких детей, он вызывает больше, ну, ларингоспазм, больше поражает голосовые щели, голосовые связки. Они сужаются, поэтому вызывается ларингоспазм. Так, при аденовирусной инфекции он как бы больше поражает ЖКТ, что характеризуется расстройствами живота. Да, ну, например, вызывает диарею, пороз, рвоту. То есть это не обязательно кашель? Да, не обязательно. Но это может быть плюс к этому ещё такое, плюс будет, да. Рина инфекции, они вызывают, например, обильный насморк, обильное слёзы течения, может быть, плюс к нему. Ну, такие вот симптомы, да? А вообще, вот сколько, как часто в год ребёнок может болеть в эту рвию? Если это здоровый ребёнок, да, он может переболеть, ну, год 8-9 раз. Ну, как бы, 8-9 раз, это получается 8-9 разных инфекций. Это будет норма. И ещё, наверное, нужно делать скидку на возраст ребёнка, да, чем младше малыш, тем он чаще может, да, болеть? Да. Ага. А методы профилактики гриппа и ОРВИ у детей, в чём они заключаются? Ну, кроме того, как вот соблюдать личную гигиену, что нужно ещё делать, о чём нужно помнить родителям? Профилактика различается так, как специфическое и как не специфическое, но родители больше делают как не специфическое. Это получается образ жизни, режим дня, сна улучшить, всегда быть внимательными, больше уделять времени для оздоровления ребёнка, соблюдать санитарно-гигиенический режим, и чтобы приучать ребёнка с малых лет, вот, мучьё рук, так, и дома, например, увлажнять помещение, проветривать часто, уборки, уборки и антисептики, уметь пользоваться антисептиками. А по поводу вот витаминах, вот что вы можете сказать? Это вот насколько эффективно в профилактике гриппа и ОРВИ? Витамин С, я не знаю, что ещё можно сказать. Комплекс витаминов рекомендуется, но это всё равно индивидуально же, не всё пойдёт. То есть это нужно подбирать в любом случае? А что насчёт народных способов профилактики, например, лимон, чеснок, насколько они эффективны и можно ли их давать детям? Например, вот чеснок, да, он в народе уже с давних времён, даже сейчас по WhatsApp идут информацию, что он так, так и так помогает. Ладно, но это, если это ребёнок, да, чеснок нужно в очень большом количестве, чтобы убить вируса, да, а то, что мы принимаем в день, ну, та доза, он не убивает. Недостаточное количество. А если это много, очень много дать ребёнку, он, наоборот, вред принесёт. Конечно. А лимон, лимон, он как... Тух-тиховик. Как источник витамина С. Витамин С у нас в организме очень нужен. Он как антиоксидант и как укрепляет наши сосуды. Если на... При недостатке этого витамина у нас, как бы, сосуды менее эластичными становятся, и вот инфекция будет проникать больше. С этой пользой можно. А можно ли давать вот лимон в чистом виде ребёнку причём? Или в чай хотя бы добавлять? Поскольку это эффективно? Или это бесполезно может быть? Ну, можно добавить, конечно, но... Это не будет панацеей, да? Я ещё знаю некоторых родителей, которые дают иммуностимуляторы детям. Насколько это вот нужно, эффективно? Оправданы ли эти действия? Если ребёнок, абсолютно здоровый ребёнок родился, да, без никаких отклонений, скорее всего, их не надо, они не нужны, потому что иммунитет у ребёнка сам будет вырабатываться и будет сам стимулироваться при воздействии там во внешней среде, так как ребёнок кушает, там рациональное, сбалансированное, нормальное, правильное питание, всё это будет стимулировать иммунитет у ребёнка. А вот эти вот иные иммуностимуляторы, они могут как бы ослабить иммунитет? Иммунитет, может быть, обленится? Есть такое или нет? Иммуностимуляторы обычно дают, когда ребёнок контактирует с больным, например, да, чтобы сделать профилактику. Да, если идёт эпидемия, вспышка. Ну и, наконец, мы заговорили о вакцинации против гриппа, вот насколько эффективна вообще вакцинация? Некоторые родители против прививок, против гриппа. Но в наше время, в России, да, вакцинация уйдёт, и эффективность уже доказана. Как бы он остаётся всё-таки всё равно единственным нашим профилактикой против гриппа и его осложнений. Он эффективен. А если болезнь всё-таки не миновала, какие первые действия родители? Вот можно ли самим лечить ребёнка? Если да, то чем? Категоричность самим лечить нельзя, всё равно надо обращаться к врачу. Да, но при первых симптомах всё равно врач сразу, моментально к ним не подойдёт. До этого может родитель помочь ребёнку. Например, если температура высокая, ну, выше 38-5, так, может дать жаропонижающее. И обязательно надо пить обильное питьё. Увлажнить также воздух, чтобы слизистые носовые не сохли. И обязательно влажную уборку проводить. И если у ребёнка температуры нету, не запрещать ребёнку активно двигаться. Ребёнок может двигаться без температуры. Если там... Если есть желание, есть силы. Да, есть. Ага. Если хочет играть, пусть играет, да. Если хочет кушать, пусть кушает. Если не хочет кушать, нельзя заставлять его. А можно ли и когда давать ребёнку антибиотики? Самостоятельно, соответственно. Самостоятельно антибиотики нельзя ни в коем случае давать. Это должен определять, назначать доктор, врач, который осмотрел ребёнка. И при том, как у нас тема вирусной инфекции, при вирусных инфекциях антибиотики противопоказаны. Так как они именно предназначены для бактериальной инфекции, а при вирусной инфекции они неэффективны. Не дают и неэффективны. Можно ли гулять с температурой 38 градусов? Если ребёнок себя нормально чувствует... Но при этом у него температура. Ну, нежелательно, конечно. Если ребёнок лежит слабый, то нет, конечно. А если ребёнок нормально себя чувствует, пусть играет. Почему я этот вопрос задаю? Потому что к этому отношения совершенно разные в разных странах мира. Я, например, знаю, что в Японии детей отпускают гулять, если у них температура 38. Взрослые ходят на работу, дети отправляются в садик. Поэтому отношения к ОРВИ и к температуре разные. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы нашим гостям. Сегодня у нас в студии врач-педиатр Илью Ира Павлова и врач-отоларинголог детской инфекционной клинической больницы. Сегодня мы говорим о профилактике ОРВИ гриппа и поговорим о ковиде у детей. Телефон студии прежний 3200-366-3211-66. Ну и, конечно же, работает наш WhatsApp номер 8-964-428-8818. Отправляйте свои вопросы по этому номеру, если вы вдруг не смогли дозвониться в студию. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. После рекламы продолжим наш разговор. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу. Мы говорим о профилактике ОРВИ гриппи и, конечно, поговорим о ковиде у детей. У нас в студии сегодня врач-педиатр детской инфекционной клинической больницы Эльвира Павлова и Матрена Амосова, врач-отоларинголог этой же больницы. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студии, задавайте вопросы нашим гостям. Телефон студии прежний 32066-321166. Также работает наш WhatsApp-номер. Матрена Николаевна, Эльвира Ивановна, а вот до этого вы говорили, что чаще всего ОРВИ грипп сопровождается кашлем. А с какого возраста детям можно давать всевозможные разжижающие мокроту препараты? Любые лекарственные препараты может назначать только врач. Само лечение не рекомендуется. А так есть препараты, которые можно назначать с рождения. Для разжижения мокроту, для смягчения его выводения. В этом более распространённый идёт у нас амбраксо, амбробиня у нас идёт с рождения. При сухом кашле можно назначать подавляющие кашли препараты. Это может быть и кодиллак, синякот, более-менее распространённые. Такие можно. Можно так? Но всё равно по назначению врача. Конечно, обязательно. А вот зелёные сопли – это повод для паники? Если зелёные сопли, то длительно, две недели. Это уже, конечно, надо обращаться к врачу. Это могут быть признаки синусития. Или бактериальная инфекция. Да, бактериальная инфекция. Это может быть гайморит, если длительные сопли. А вообще ОРВИ или грипп может ли перерасти в пневмонию? Такое возможно или нет? Конечно, можно. А какие тогда первичные симптомы пневмонии у ребёнка? Вот как узнать? И не пропустить, соответственно, это опасное заболевание? Ну, как и сказано было, грипп начинается у нас остро. С первых часов начинается уже температура высокая, ломота, боль в суставах, боли в мышцах, общая слабость, резкое снижение аппетита. При присоединении пневмонии это наблюдается где-то на третьем-четвёртом дне после заражения. Эта температура не будет спадать, состояние будет усугубляться, прибавится там ещё и жар, озноб, возможно, судороги даже. И боли в груди будут, кашель, обильное патоделение, сухость во рту. Всё это говорит о том, что у ребёнка уже присоединился какая-то уже вторая инфиксия. Ну, не просто вирусная, может быть, там ещё и бактериальные инфекции присоединятся. У нас есть один вопрос от нашего телезрителя или радиослушателя по WhatsApp. Так, спрашивают, как поднять иммунитет после ангины и не допустить развития осложнений? Про ангину. Ангина, да, ангина бывает бактериальная, может быть, вирусная, может быть, грибковая, может быть, да, зависит от этого, да, от лечения. Ну, ангина протекает также с повышенной температурой, слабостью, да, боль в горле, снижение аппетита, слабость, повышение температуры, да. И зависимо от лечения, да, если это бактериальная ангина была, да, конечно, соответственно, лечение будет антибактериальное. Ага, с антибиотиком. Да, с антибиотиком длительно, там, 7-10 дней внутрь, да, это пить надо. Или внутримышечное, да, если получал, стационарное лечение получал ребёнок, то надо всё равно микрофлору кишечника восстанавливать, да. И потом, если, после ангины, если нет осложнений, да, осложнения могут быть разные, да, будет, да, менингита, сейпсиса, да, ревматизм может быть, да. Надо всё равно наблюдаться у своего участкового педиатра, надо закаливать ребёнка, да, но это всё равно постепенно делается. Не сразу, да, не сразу, да. Исключается физическая нагрузка, да, на две недели, потом надо ребёнка как-то закаливать всё равно после этого. У нас в студии есть телефонный звонок, добрый день. Так, телефон у нас сорвался, продолжаем тогда действовать по нашему сценарию. А вообще, вот раньше, да, в советское время, вот в моём детстве, насколько я помню, да, частенько удаляли аденоиды, да, вот целые поколения людей выросли вот на этих операциях. Вот насколько сегодня эта операция эффективна, она практикуется или уже это неактуально? Конечно, по показаниям аденоиды всё равно сейчас удаляют, потому что аденоиды, это же миндалины, они находятся в носоглотке, они как бы увеличиваются, когда ребёнок болеет, да, а когда выздоравливают, они, ну, уменьшаются в размере. А может быть ещё гипертрофия вот этих миндалин, аденоидов, да. Гипертрофия – это, значит, увеличивается миндалина. Они бывают первой степени, второй и третьей степени, да. Вот, если третья степень, то их надо удалять. Это уже страдает нос, нос не дышит, ухо страдает, снижается слух, да, гипоксия мозга идёт, ребёнок такой быстро отомляется, физическое и умственное развитие отстаёт. То есть такие операции, они всё ещё не помогают. Если консервативное лечение не помогает, то всё равно надо удалять. На крайние меры, да. Ну, все мы прекрасно знаем, что осень – это период сезона заболевания, ну, и это, конечно же, грипп, о котором мы сейчас говорили, да. Существует миф, что государство бесплатно предлагает только дешёвые, неэффективные вакцины против гриппа. Ну, развенчайте этот миф. Нет, конечно, наши вакцины тоже, как бы, от заграничных не отстают. Детям ставят от 6 месяцев ультрикс, гриппо могут ставить. То есть разницы нет, да? Да, да. Они все изучены, всё равно они проходят все проверки, все качества. После, только после этого допускается к детям. А можно ли заболеть сразу же после этой вакцины? После, ну, сразу могут заболеть, если ребёнок уже заболел. Потому что идёт период инфицирования до 3 дней, ну, до 3 дней идёт инфицирование, потом идёт инквационный период, это зависит от штана. Это может продолжаться до 2 недели и более даже, да? И за этот период ребёнок бессимптомно будет ходить, и за этот период, если он получит... Возможно, ребёнок заболеет, но не из-за вакцин. То есть он уже... Уже он болел. Да. И просто в этот период получил вакцину, совпало так, да? Да. А вообще, когда вырабатывается иммунитет? После вакцины, на какой промежуток? Ну, например, после вот гриппозной вакцины, да, иммунитет вырабатывается уже через 2-3 недели. Он потом будет защищать ребёнка, ну, вообще человека, наш организм от 6 до 12 месяцев. Поэтому ставят каждый год, да? Да. Каждый год ставится, потому что это и одна из причин, и есть другая причина, что у нас грипп, ну, любая вирусная инфекция очень хорошо мутирует. Ну, вот мы и плавно подошли к актуальной теме, да, к острой теме COVID-19. Как сейчас, вообще, вот как у детей протекает этот вирус? Есть ли какая-нибудь разница вот между симптомами у взрослого и у детей? Ну, COVID у детей протекает, чем у взрослых, можно сказать, легче, да? Ну, у нас эта цена поступает, в основном, дети с пневмонией, это средней тяжёлой степени, да? Ну, и бывают тяжёлые дети, конечно, да? Да, это дети с сопутствующими заболеваниями, да, заболевания сердца, хронические бронхиальные заболевания, да, эндокринные заболевания сопутствующие могут быть. А на сегодняшний день в этой детской инфекционной больнице, вот как много ребятишек вот с вирусом COVID? Так, а на сегодняшний день около 90. А возраст? Возраст, можно сказать, от нуля до 18. До 18, да. Есть какая-нибудь, может быть, вы сами лично замечали, да, сделали для себя такое вот, ну, как бы, разграничение, кто болеет чаще, мальчики, девочки, или это вообще вот без разницы? От пола не зависит, да. И возраст, соответственно, он тоже, да? Вот как уберечь ребёнка в период пандемии COVID? Прививки им не ставят. Вот, взрослый заболел, вот как уберечь? Ну, детям надо объяснить, в основном школьники, да, подвержены этому, да, надо детям объяснить, чтобы постоянно мыли руки, да, и дети любят из одной бутылки, например, пить, да, вот это надо всё им досконально объяснить, что COVID такое серьёзное заболевание, они могут заразить своих бабушек, дедушек, и детям надо понять, что это, как бы, заразное заболевание, и что, ну, себя надо ограничить в чём-то, да? Надо научить детей, чтобы они защищались сами, ну, носили маски, вот как и гигиен, да, лично мыть руки постоянно, и чтобы в школе и в садиках опровитривали, увлажняли помещение, где находится ребёнок, и, ну, желательно, чтобы родители в этом участвовали активнее, да, и если дома есть больной COVID-19, ну, любой вирусной инфекцией, его нужно ограничить от всех членов семьи, желательно. Изолировать в другой комнате, да? Да, если есть такая возможность, пожалуйста. И обильное питьё, конечно, это очень хорошо помогает, потому что если слизистая будет увлажнена, она будет защищена более-менее, чем сухой, да? А как Вы думаете, вот введение локдауна, насколько вот это помогает, чтобы снизить количество заболевших COVID-19? Конечно, я считаю, помогает, потому что же это скопление людей, и, как бы, это инфекции передаются же воздушно-капельным путём, и контактным путём, и вот локдаун помогает, я считаю. И также то, что впускают теперь торговые центры по QR-коду, это тоже способствует, я тоже с этим согласна, сегодня буквально сходила в торговый центр, народу очень мало, соответственно, и рисков меньше. Дорогие друзья, мы сейчас уходим на короткую рекламную паузу, не переключайтесь, увидимся с Вами через несколько мгновений, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, наши гости сегодня говорят о профилактике ОРВИ гриппа, и мы говорим также о ковиде у детей, как протекает этот вирус. Звоните нам в студию, задавайте вопросы, телефон студии прежний 320066-321166, а также у нас есть ватсап номер 8964-428-8818, опишите, задавайте свои вопросы. Добрый день ещё раз, дорогие телезрители и радиослушатели, программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. В Якутии сезон гриппа ИОРВИ, как правило, начинается примерно в сентябре-октябре, длится до ноября, но нынешний год, как Вы знаете, необычный, продолжается борьба с коронавирусом. Можем ли мы на это время забыть про грипп? Ну, к сожалению, конечно же, нет. У нас в студии Эльвира Павлова и Матрёна Амосова, это врачи детской инфекционной клинической больницы, мы работаем в прямом эфире. Сейчас у нас есть телефонный звонок, добрый день, мы Вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Вас не слышно, говорите. Добрый день. Так, телефонный звонок у нас вновь сорвался. Я хочу напомнить, что телефон студии у нас 32066-3211-66. Звоните по этим номерам и задавайте свои вопросы. Также Вы можете спрашивать нас по WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Так, у нас уже есть, я видела во время рекламы, вопросы от наших телезрителей и радиослушателей по WhatsApp номеру. Как правильно носить маски, светлой или тёмной стороной? Вот такой вот вопрос. Ну, маску надо носить светлой стороной внутрь, а тёмной стороной наружу. Ага, вот как сейчас у Вас, вот маски, да? И, кстати говоря, про маски. Ага, это маски, они так устроены, что вот белая сторона, она как бы защищает, да, а вторая сторона, вот цветная сторона, он как бы влагоустойчивый. Поэтому даже рекомендуется, если сами чихаете, кашляете, чтобы при этом нужно, чтобы цветная часть была снаружи, чтобы Ваша биологическая жидкость не попала в окружающую среду и не заразила других. А как часто нужно менять вообще эти маски? Некоторые говорят час, другие два. Каждые два часа надо. Каждые два часа, да? Не больше? Да. А вот чем отличаются вот медицинские маски, которые сейчас на Вас, или вот тканевые, что лучше? Ну, медицинские маски – это SPF-2, SPF-3, это специальные, входят в СИЗ, специализированные индивидуальные защиты. Ну, то есть они одноразовые? Да. А вот эти тканевые, ну, если их стирать? Ну, если это Ваша индивидуальная маска, пожалуйста, нужно, чтобы всё равно надо менять его каждые два часа. Вот Вы говорили про то, до рекламы, да, как уберечь ребёнка, если кто-то из взрослых заболел ковид. Надо ли дома носить маски? Если кто-то болеет, пожалуйста. И больной носит маски, и окружение тоже здоровое, да? Ага. Так, у нас ещё есть вопрос через зрителей. Сколько ещё продлится пандемия? Ваши прогнозы? Ну, пишут то, что, да, 2024 года, но я считаю, всё равно ковид будет всегда, он будет мутировать, наверное. Но когда-то всё равно будет спад, надеюсь. Ага. Так, ещё один вопрос. Ребёнок переболел ковидом, прошёл месяц после выздоровления, а последствия замечаются до сих пор. Плохо спит, вялость, кожа совсем сухая. Как ему помочь? Так, ну, конечно, после ковида, да, идёт снижение иммунитета, обостряются все хронические заболевания. Может быть такое состояние, что даже выпадают волосы, да, сухость кожи, может быть. Это надо время, чтобы восстановиться, да. Также, как говорили, надо ребёнка закаливать. Если у ребёнка была пневмония, надо пройти реабилитацию, лечебная физкультура, например, да, пройти курс. Ага. Витамины, поливитамины можно пить, да. Ну, вот, пробиотики, пребиотики. Вот такая вот реабилитация, да. Ещё один вопрос. По поводу дыхательной гимнастики. Можно ли надувать шары и булькать воду через трубочку? Надувать шары как-то я думаю, что да, почему нет. А насчёт булькать воду через трубочку? Можно, если пневмония, да, у ребёнка? Можно. То-то можно. Да. В острый период нельзя. Потом, после... Как реабилитация, да? Да, как реабилитация можно пойдёт. Потому что эти упражнения, все дыхательные упражнения, они укрепляют силу грудной клетки, чтобы они дышали, да, и с курсием мышц, они восстановились. Ага. После выздоровления можно заниматься. А в чём заключается вообще дыхательная гимнастика? Я вот неоднократно слышала, что нужно вдыхать, при этом руки разводить. Вот почему вот именно вот такие вот телодвижения? Надо увеличивать объём лёгких. Когда пневмония развивается, там же мокрота скапливается, и может образоваться фиброз. Ну, соединительная ткань. И впоследствии этого уменьшается объём лёгких. И надо, чтобы вот этой фиброзы не было, надо вот этой дыхательной гимнастикой заниматься. А вообще, как часто нужно её делать тогда? После пневмонии надо делать... Каждый день? Да. Один раз в день или надо почаще? Желательно в день, там минут 15-20 хотя бы. Или хотя бы в неделю три раза. Так, ещё у нас есть в WhatsApp вопрос. Говорят, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом протекает тяжелее. Это так? Да. А вообще можно, соответственно, можно заболеть одновременно и ковидом, и гриппом? Да, может быть. Может быть, да. А какие симптомы? Казалось бы, они же похожи, да, чем-то вот по симптоматике. Лихорадка может быть длительнее, да. Например, бывает случай ковида и, например, парагрипп-2, да. И температура вот таких детей, например, держится очень долго. Там больше 10 дней, больше 5 дней может держаться температура, да. И, соответственно, слабость. А вообще вот, допустим, ребёнок переболел ковидом. Да, через какое время он может поставить вакцину против гриппа? Через 6 месяцев. Через полгода, да? Но дети мне ставят же старше 16 лет. Про грипп. Про грипп. А, про грипп. Через полгода. Нет, через месяц. А, через месяц. Если грипп, это через месяц получается. А вот насчёт вакцинации против ковида, почему детям не ставят вакцину? Потому что пока вакцина только получают же взрослые. И этот сейчас изучают. И в скором времени, наверное, будут ставить уже детям. С 14 лет. С 14 и старше. Да. До 14 пока не будут. А вот на Ваш взгляд, какая вакцина всё-таки наиболее эффективна из предлагаемых на сегодняшний день? Ну, есть же вакцина Epivac Corona и Sputnik V, и ещё Sputnik Light. У нас то, что имеется в республике. А Sputnik Light получают те, кто уже переболел ковидом, да? Или же те, кто получает уже ревакцинацию. Имеется в виду через 6 месяцев, да? После Sputnik V или же после Epivac Corona можно получить. А вот, кстати говоря, совсем недавно, буквально на днях были большие споры по поводу промежутка. Говорили, что вакцину ставят через год. Сейчас эти сроки сократились, да, до полугода. Вот в чём причина, почему теперь так каждые полгода нужно вакцинироваться? Вот как Вы считаете? Ну, вот период пандемии, да, вакцину надо ставить через 6 месяцев, чтобы был эффект, да? То есть сейчас мы живём в период пандемии, поэтому лучше перестраховаться и через полгода, да? Так, ещё у нас есть один WhatsApp вопрос. Можно ли сочетать прививку от гриппа с другими прививками? Ну, имеется в виду дети младшего возраста, вот по графику, да? Что приоритетнее? По национальным календарю вакцинации рекомендуется уже с 6 месяцев, с месячным отрывом, по полдозе рекомендуется и может сочетаться. Так, и ещё один такой вопрос, не хотела его задавать, но всё-таки задам. Можно ли приобрести вакцину где-то самостоятельно и прийти вот с ней, чтобы мне поставили вакцину против гриппа, имеем в виду? Ну, любую вакцину, я думаю, что нельзя самой приобретать, так как она обеспечивается уже, сами поликлиники обеспечиваются, насколько нам, им нужно. И они сами будут. А то, что вы сами с собой принесёте, это ещё неизвестно, где вы брали, во-первых, как она транспортировалась, как она хранилась. Температурный режим же, да, необходимо соблюдать? Да, это всё не соблюдено, скорее всего, поэтому любой доктор откажется. Ну, давайте подведём итоги, да, в чём заключается профилактика против, профилактика ОРВИ и гриппа. Вот как не заболеть ковидом, в конце концов, для детишек? Вот что нужно сделать? Для родителей такая вот памятка. Для родителей это, в первую очередь, вакцинироваться от ковида, от гриппа, чтобы охранять, защищать свою семью, окружающих, близких. Во-первых, и во-вторых, меньше бывать в людных местах, где скопление идёт большинство, если нету необходимости. Например, ребёнок ходит в школу, в садик, ну, хотя бы иметь самозашиту, да, маски, там, мыть руки часто, пить больше воды. Антисептики, да? Анти, ага, научить ребёнка, научить ребёнка использоваться антисептиками. А малышам, которые ходят в детский сад, надо ли носить маску? Взрослые школьники, они как-то ещё понимают, да, и носят. А вот со всем малыши сложно же, да, их уговорить. Их сложно уговорить, но если хорошо объяснить, они носят очень хорошо. Ну, то есть желательно, конечно, чтобы малыш носил маску. Конечно, будет защищено. Огромное вам спасибо за увлекательную и полезную беседу. Я жду вас в гости ещё раз. Ну, надеюсь, повод найдётся более благоприятный. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. В студии была Ларина Сукуева за режиссёрским пультом. Мария Новгородова, Михаил Эверстов. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»